Дымных вечеров, дамы и господа! И сегодня у нас на обзоре такой интересный кальян родом из Украины под названием Double Dog Easy Blow Давайте, собственно, сейчас разберем в этом кальяне все его плюсы, минусы стоит он своих денег или не стоит он своих денег и перед тем, как вы начнете этот просмотр, я, наверное, сразу зачитаю цены Цены такие на данный момент, по данному курсу, на сегодняшний день У меня, то, что вы сейчас видите, это фулл комплект то есть это полный набор, да, фарш от Double Dog это фарш но есть еще и бич комплект, там, для бичух и так далее, да? Так вот, мой фулл комплект, который сейчас есть он стоит 7300, в него входит мундштук, колба, софт-тач, шланг, соответственно, шахта, тарелка а есть бич комплект, он стоит 6000 рублей на данный момент что в него входит? В него входит мундштук и шахта то есть, соответственно, за свои деньги ты уже сам докупаешь шланг и колбу поэтому, хоть кальян из Украины в России есть официальные представители, ссылочка на него, собственно, внизу а теперь давайте смотреть, из чего этот кальян сделан и что, собственно, он нам даст, и стоит ли он своих денег я думаю, начнем сразу с шланга и, конечно же, с мундштука потому что родной мундштук, это все-таки родной мундштук и он должен быть сделан правильно, как положено и не имеет, соответственно, минусов внешний мундштук выглядит очень интересно у него есть гравировочка Double Talk соответственно, есть рукояточка из пластика кстати, очень интересная идея, ее сейчас многие начинают воплощать в реальность и как-то видоизменять, чтобы было куда красивее так вот, из минусов этого мундштука это диаметр этого мундштука соответственно, к чему я это все веду? мундштук, стандартный, конусообразный, одноразовый он сюда проваливается прямо до конца и упирается каемкой которая в самом конце или в самом верху мундштука соответственно, вы скажете, ты дебил, переверни мундштук, да? соответственно, я его высовываю, переворачиваю, а он у меня не налазит а если налазит, то его нужно прямо насаживать, как вы знаете кого это огромный минус, поэтому, если возможно, производителям сделайте мундштук намного уже, чтобы на него спокойно залазил мундштук как на него, так, собственно, и в него, и никто не чувствовал дискомфорт а почему? если одевать мундштук, то есть, чтобы он залазил то получается, что все равно своими губами вафлишь грязный мундштук там в кальяной, в заведении, либо дома, после своей бывшей, да? думаю, с шлангом мы разобрались теперь можно идти к следующему это сама шахта и блюдца так вот, блюдца здесь такое полированное, да? все интересное имеется дабл толк, изи блоу, гравировочка очень сильно оставляет следы и потом его тяжело протереть это большая проблема именно полированных блюдец такие, как прям зеркало но, с этой стороны оно просто ублюдское я вам скажу, знаете, такое необработанное все такого страшного цвета надо было либо полировать полностью либо не полировать его вообще идем дальше здесь используется такая, знаете, вертикальная продувка которую сейчас используют многие это РФ, ФЕР, ДЧАС вроде бы потом еще всякие производители, да? именно российские они используют эту вертикальную продувку здесь она выполнена довольно-таки немного проблематично а проблематично в чем? да, кстати, нельзя выкрутить верхнюю часть чтобы осталась нижняя это все сделано на одной резьбе поэтому немного вызывает такие проблемки у меня лично сейчас я расскажу минус именно этой части этого кальяна допустим, да? и вы его не до конца закрутили и у вас потерялся один шарик соответственно, шарики здесь нестандартные это очень маленькие подшипники где-то полтора миллиметра в диаметре и если их потерять, то будет очень сложно найти также нержавейка внутри а если 304, снаружи же полициталь очень интересный материал он такой более каучуковый, прорезиненный ну и приятно как-то трогается сразу видно, что пластика то есть полициталь обработан не очень хорошо на него видно именно все вот эти полоски когда его на токарном станке или на чем его делали, как бы, да? резьба, конечно же, у нас пластиковая на ней сразу видно уже дефект она начинает подтираться, стираться поэтому, если вы его уже один раз собрали то будьте добры больше никогда не разбирать этот кальян у вас, соответственно, проживет дольше сейчас я все это закручу да, если вы проебали шарик то все, ханали в этот шарик вы хуй найдете такой также у нас здесь идет внутренний порт под шланг то есть внешний порт под шланг то есть шланг втыкается в кальян а не... ой, кальян втыкается в шланг, да? 15, мать вашу, миллиметров это просто пиздец нахуя вы гонитесь за этими размерами? ведь давно уже всему миру доказано, что 12-13 миллиметров куда пиздать и курятся зачем вы гонитесь так же? здесь не сделан диффузор соответственно, с таким диаметром и на такой колбе, которая идет в комплекте он просто бурлеть в воде будет просто пиздец а дольешь воды поменьше, он начнет во время бурления пропускать именно, так сказать, неотфильтрованный дым, как вы любите выражаться, да? но есть плюсы он очень легкий, он очень интересно выглядит, минималистично и как ни странно, курится он довольно-таки хорошо поэтому я его сейчас соберу у меня есть чашечка я здесь забил айс чоку табак вэдж да, да, тот самый поэтому мы его немного прокуриваем и я сейчас пойду сгоняю за уголечком и, собственно, будем его дальше раскуривать и смотреть, что этот коля на себя представляет и у нас все так же дабл ток, изи блоу а он уже разогрелся, я его уже покурил пошел, врубил камеру и готов вам, собственно, вещать но перед этим хотел задать вам маленький вопрос а у меня-то в руках табак вэдж да, это тот самый табак, который предлагал всем деньги за обзоры и так далее недавно мне его привезли то есть, как, давно мне его привезли и я все на него никак не могу снять обзор потому что, как бы, этот хайп еще не прошел и если вам интересно про этот табак честно как есть то напишите в комментарии да, вас снимай и мы возвращаемся к нашему кальяну еще минус, если вы его покупаете до домашнего покура то не очень приятно без мучтука к нему прикасаться курится он, соответственно, хорошо продувается он нормально, то есть, ну, полноценно нормально продувается то есть, одной тяжки, в принципе, достаточно ну, и эффект такой ну, и, соответственно, же тут же сразу минус вот эта вся влага, она опять же стекает по основанию бля, какая-то хуйня залетела в шланге то есть, и продувается в принципе, для курения этот кальян довольно-таки хороший у него хорошая тяга с таким хорошим сопротивлением думаю, он очень легкий, мобилен, разбирается до маленьких размеров можно положить в коробочку но есть, конечно же, минусы, которые ну, они все дорабатываемые, да то есть, ложить в комплекте больше этих шариков соответственно, уменьшить диаметр получше зашлифовать его вот это чтобы получше, покрасивее выглядело, да и будет вуаля кстати, ребят, смотрите, маленькая деталь которую я, наверное, забыл вам сказать между декоративной частью из полициталия и блюдцем есть металлическая прослойка то есть, если вы оставите угли на кальяне то есть, на блюдце то это не пойдет по пизде и не расплавится мне нравится, как он курится но он очень сильно бурлит из-за того, что в Таяк также нет диффузоров и диаметр шахты просто большой поэтому это, да, Вадим, это у нас кальян Double Talk Easy Ball и если тебе понравился этот обзор, то будь добр, поставь лайки и напиши комментарии, что ты думаешь об этом кальяне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok